и снова всем привет друзья мои вы знаете это видео я что-то даже и не думала что я его вам сделаю потому что когда я рассказывала про мою встречу с чарльзом который оказался масоном вернее нашу несостоявшуюся встречу то я ну рассказывала и рассказывала как интересную историю а получилось так что очень много комментариев странно для меня понимаете вот я заставочку недаром да вам дала такую ну обидно слушай иногда прямо обидно потому что рассказываешь от души люди опять говорят что вру там не так сам не так и поэтому хочу немножко с вами эту тему продолжить ну во первых вы знаете я хочу обратиться к письмам вашим конечно же ну только только из писем я все это и вижу и с вами как-то мы общаемся только посредством ваших комментариев так вот елена котлярова я хочу прочитать вам ее комментарий что она написала тема интересная есть что рассказать добавить к вашей истории до красный крест это их сразу скажу что я очень критично отношусь к конспирологии но то что вы не стали с ним связываться лично я одобряю всех благ леночка спасибо вам большое за комментарий во первых видно сразу что человек воспитанный образованный вот таких бы комментариев конечно побольше все по сути свое отношение к рассказу поддержка не поддержка но самое то интересное то что понимаете я же ведь всегда читаю ваши комментарии все тщательно и я читаю что пишет лена до красный крест это их пишет она и ставит многоточие это их я подумала она что имеет ввиду что красный крест это масонская организация а вы представляете к своему стыду я про красный крест до этого вообще ничего не знала сколько лет прошло но искал меня человек через красный крест ну я как-то это все приняла как как так и надо понимаете а как еще мог он меня попробовать найти через международный красный крест и вдруг мне лена намекает на то что это как-то связано с масонской организацией ну и слава богу да здравствует интернет называется я открываю поисковой строке извините друзья и читаю что такое красный крест и как он связан с масонами и нахожу с очень много кстати подтверждений что красный крест это просто международная организация которая прикрывает международную мафию банкиров масонов и сатанистов представляете как интересно кто-то конечно может мне сказать что вот опять тут я доверяю непонятным статьям каким-то в интернете но этих статей довольно много и при том что люди факты здесь предоставляют вот видите что пишет автор этой статьи до красный крест медицина гуманитарная помощь все это действительно имеется в определенном масштабе необходимом чтобы служить прикрытием для других никогда не афишируемых операций тех кто этот красный крест финансирует и кто им управляет чтобы не быть голословным давайте посмотрим а кто же руководит этим красным крестом и вот он пишет что раньше красным крестом руководила швейцария и организован он был в швейцарии я так кратко своими словами вам говорю а дальше международный комитет красного креста который был потом организован в 1919 году и его уже органе его уже руководство это была великобритания сша франция италия япония и в частности он называет фамилии американский банкир создатель федерации красного креста был сначала хенри дэвидсон какой-то дальше идею подхватил британский генерал дэвид хендерсон специалист по воздушной разведке и и этот генерал к тому же был женат на видной чиновнице мальтийского ордена вот как другое название госпитальеры заслуживающий крайне почетное в тех кругах звания дамы командора масонского превосходнейшего ордена британской империи представляете как интересно друзья ну вот он и говорит что представляете какой хороший замес в международном красном кресте получается что правят сейчас это англосаксы и значит получается что для благотворительной гуманитарной организации если во главе банкир шпион масоны сатанисты и сми то это уж всяко не не называется гуманитарной организацией представляете друзья то есть получилось так что мне даже не пришлось и доказывать что то я то в общем то хотела развернуть тут вам немножко объяснить что действительно человек был масоном и то что он мне прислал фотографию и там он был и в фарточке в этом передничке и у него еще были атрибуты не только эта цепь масонская видно было что человек именно оттуда поэтому у меня никаких сомнений здесь не возникло хотя многие мои слушатели вот видите именно тут мне и не поверили но получилось видите как интересно вот Лена мне дала такой комментарий который дал мне возможность открыть глаза самой что действительно связь существует красный крест и масонство почему он наверное обратился к красному кресту но вы понимаете что тут все получилось правильно и я даже не зная об этом все вам рассказала правдиво как можете может быть сейчас уже убедиться что таких совпадений не бывает ну хорошо с этим разобрались дальше многие мне конечно пишут и продолжают писать я вот смотрю что я не сказала про визу как же так что все в Европу ездят по визам а почему я не сказала про визу ну да наверное оплошность моя друзья но я почему-то считала что тут же и ежику понятно что без визы никуда в Европу не попасть ну получила я визу визу мне опять же помог открыть Чарльз и без визы конечно же я никуда не смогла бы поехать но вот надо было это сказать я почему-то знаете обычно тороплюсь и отвлекаюсь и вот то что я все рассказываю экспромтом наверное играет плохую со мной службу нужно мне как-то все-таки писать план я буду я прислушиваюсь к вашим замечаниям и буду дальше так поступать ну а про визу конечно конечно Чарльз мне с визой помог и я теперь прекрасно могу тоже понять что человек имел такие грандиозные связи еще один вопрос который волнует многих а как же так я могла получить посадочный талон и билет в Шереметьево вот так вот приехать и получить да вы знаете смогла получить без проблем мне сообщил Чарльз что я должна подойти на стойку в Шереметьево стойка международных авиаперелетов там разных много компаний я должна найти Люфтганзу это германская компания она довольно безопасная и популярная поэтому он мне купил билет через Люфтганзу я помню я должна была подойти на эту стойку показать всего лишь навсего свой паспорт они в компьютере легко нашли бы мой билет который мне Чарльз заказал распечатали бы его и я уже с билетом на руках пошла бы на стойку регистрации получать посадочный талон и так все и дальше то есть этот вопрос точно так же решается очень легко ну хорошо ладно дальше пишет мне Соломия Галина мне очень странно что Красный Крест вас нашел она пишет нашел в кавычках не имея ваших реальных данных в моей семье нас нашли по Красному Кресту по точному адресу по году рождения и то искали годами ну а тут из сайта с анонимными приложениями о персоне ну во-первых не из сайта с приложениями о персоне а о том что я конечно же дала все свои данные Чарльзу он знал мое имя, отчество, фамилию и знал даже мой год рождения представляете какой ужас и то есть вот то что он дал вот эти данные в Красный Крест и это был не обычный Красный Крест а международный британский Красный Крест ну наверное он имел там какое-то влияние но нашли они меня элементарно хотя для меня это было конечно тогда странно и боязно ну и еще один комментарий, друзья который не оставил меня равнодушной и который я тоже вам хочу зачитать это написала Натали Дашкевич вот она написала, как говорится на голубом глазу вообще ни с ней нисколько не расстраиваясь что обижает кого-то или что-то такое грубо пишет ну вот человек пишет зачитаю вам ужас как сказывается на советских людях это плохое воспитание по-советски ну то есть сразу у человека вот такое отрицание к всему советскому прямо сквозит видите прям по-советски вот какая гадость по-советски во-первых быть настолько пугливым и зашоренным бояться всякого неизвестного даже не попытавшись хоть как-то стать более осведомленным о как бросить человека подвести вот так интересно кто кого бросил боже мой когда он столько шагов сделал навстречу потратил деньги настроился и все с самыми лучшими планами и надеждами отфутболить не извинившись представляю шок англичанина да они извиняются даже за маленькие причиненные вам неудобства только советская барышня а супер могла спокойненько взять деньги у совершенно незнакомого человека и никакие страхи и совесть этому не мешала совершенно а вот бросить этого человека так предательски подло и не за что это конечно она горда и правильная потрясли меня конечно неужели до сих пор есть всякие дураки которые живут в этом тумане глупости надо же так деградировать нет слов вот такой вот комментарий у меня сегодня друзья на который я обратила внимание и ваша тоже представляете как умудрилась Натали Дашкевич несколько раз просто такими фразами вот понимаете вдарить как говорится побольнее что я тут понимаете уже и деградировала и живу в тумане глупости и я вот так вот подло и предательски поступила и совести у меня нету что я деньги взяла понимаете тут вот даже как-то трудно что-то комментировать я просто вам прочитала чтобы вы тоже представляли какие бывают люди порой пишут комментарии ну что остается делать что можно сказать этой Натали Дашкевич вы знаете вы вот пишете что извиняются англичане и что англичане бы так не поступили и что англичанин был в шоке да вы знаете первым делом англичане никогда бы такого не написали что написали вы незнакомому человеку так его много раз оскорбив я имею ввиду меня поэтому понимаете браться кого-то поучать не зная абсолютно самой не англичан вы знаете может быть слышали что англичане то как раз уходят по-английски то есть ничего никогда никому не сказав но вы вероятно тоже тут не осведомлены что касается советских барышень то в советских барышнях ничего плохого то и не было и что касается того что я взяла деньги у мужчины который мне их прислал и которые я не просила то причем тут моя совесть вы знаете обычно подарки если человек хочет дарить он их дарит и просто некрасиво их не принять но что мне тут уже с вами говорить не уважаемая ноль Натали Дашкевич пусть останется на вашей совести все то что вы тут мне накропали ну вот такие бывают комментарии тоже конечно я уже постепенно привыкаю к такому и как говорится если взялся быть блогером то нужно иметь железные нервы и какую-то вообще стальную броню вот постепенно постепенно уже привыкаю к такому ну и последнее что касается фотографии Чарльза что я не показала фотографию Чарльза с этой масонской цепью и в переднике которую он мне прислал да вот не сохранилась потому что я уехала сначала из Архангельска в Москву потом из Москвы в Новочеркасска потом из Новочеркасска я переехала сюда поэтому очень трудно было что-то сохранить у меня может быть на жестком диске на стационарном компьютере и есть там дома но это нужно приезжать специально искать я не буду чтобы вам доказать что это правда да и потом вы знаете сказать честно я бы даже и не показала вам фотографию Чарльза в масонском облачении потому что это было очень интимно на самом деле и показывать эту фотографию я бы не рискнула вот так вот в открытом доступе поэтому вот тут как-то вот так вот такие сегодня у меня друзья небольшие комментарии к моему первому видео о которых я даже не подозревала что я вам выпущу это видео но меня подвигли к этому вот такие многочисленные ваши комментарии нелицеприятные а на этом друзья я с вами прощаюсь всего вам доброго увидимся пока-пока пока